Потоковые сервисы, безусловно, вошли в нашу повседневную жизнь и прочно там укоренились. Что же касается больших компаний, таких как Disney, WB Discovery, Amazon, Apple и так далее, то для них стримеры превратились в очень существенную составляющую общего дохода и крупнейший бизнес. Поэтому еще более удивительно то, что происходит буквально в последние дни. А именно, компания WB Discovery ликвидирует свой потоковый сервис HBO Max, который весьма неплохо себя зарекомендовал, ну а Disney Plus просто пачками удаляет фильмы и сериалы, причем счет пошел уже на сотни. Что же там происходит и какие мировые стримеры сойдут с дистанции? Всем привет, с вами U2 и мы начинаем. Ну что ж, начнем, пожалуй, с WB Discovery. Вы, наверное, знаете, что Warner запустили свой собственный потоковый сервис HBO Max относительно недавно, и сначала его показатели были далеки от идеала. Но со временем потоковая площадка как будто нащупала свой верный путь, не в последнюю очередь благодаря, например, таким флагманам, как Дом Дракона, или тому же Белому Лотосу, собравшему все возможные и невозможные награды. Короче, HBO Max вышел на верную дорожку, и, например, в недавно составленном рейтинге удовлетворенности клиентов своими стримерами, именно данный потоковый сервис занял почетную первую строчку, тогда как тот же Netflix оказался на последнем месте. Поэтому многие, мягко говоря, удивились, узнав, что уже скоро HBO Max прекратит свое существование. Ведь CNBC сообщает, что Warner Bros. Discovery объединяет Discovery Plus и HBO Max в одну общую потоковую платформу. Также было объявлено, что название этой платформы – Max. На обновленной площадке будут размещаться существующие телесериалы HBO Max и проекты Discovery Plus, специальные программы и фильмы, созданные для телевидения и так далее. Короче, как говорится, все в одном флаконе. Вроде бы не то, что плохая затея, но у нее есть ряд очень существенных рисков. Ведь, во-первых, с таким значительным увеличением количества контента цена также должна, вероятно, вырасти. А в данный момент, когда стримеры борются за каждый доллар ежемесячной подписки, и подорожание даже на пару баксов может оказаться фатальным. Кроме того, не совсем понятно, захотят ли пользователи и HBO Max, и Discovery Plus переходить к новому предложению. И если нет, то в суммарном зачете в ABD Discovery не приобретут, а наоборот потеряют клиентов. В итоге такого вот слияния. Да и в конце концов, нужно помнить, что сейчас, как ни странно, пользователь довольно консервативен, и люди долго привыкают к тому или иному продукту, прежде чем начнут пользоваться им на автомате. Так что выходит, что только аудитория привыкла и приняла HBO Max, как тут опять крупные перемены. В общем, пока что много знаков вопроса. Касательно же перспектив, предварительная дата запуска Max назначена на весну 2023 года, но она может измениться, если юристы компании не одобрят новое название объединенных потоковых сервисов, или появятся другие проблемы. Хотя не только в ABD Discovery, но и Disney в последнее время не перестает удивлять. Помните, мы недавно говорили о том, как Боб Чапек манипулировал отчетностью в первую очередь вокруг Disney+, показывая куда большую доходность, чем была на самом деле. И вот, видимо, первые срочные меры по нормализации ситуации вокруг стримера. Ведь сообщают, что с Disney+, массово пропадает контент. Disney+, удаляет сотни фильмов и сериалов, и это происходит прямо сейчас. В последние несколько недель фильмы и шоу массово покидают потоковый сервис, что наиболее заметно в странах за пределами США. Насколько долго это еще продлится, неизвестно, но наиболее интересны сейчас причины происходящего. Само собой, в первую очередь, это, конечно, деньги. Ведь о сложностях внутри Disney, и конкретно Disney+, мы уже говорили. И вот прямо сейчас, видимо, обновленное руководство мышиного дома судорожно урезает все лишнее, в том числе и из своей потоковой передачи, пытаясь оставить лишь максимально рентабельные проекты. Короче говоря, такая ситуация с крупнейшими потоковыми площадками говорит, скорее всего, о том, что потоковый бизнес, в который с головой ринулись пару лет назад чуть ли не все крупные производители контента, оказался вовсе не таким легким и суперприбыльным, как ожидалось. Так что в ближайшие годы будет много интересного, и, скорее всего, не все нынешние стримеры останутся на плаву. Ну а чтобы ничего интересного не пропустить, прямо сейчас пришло время подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Кроме того, не забывайте ставить лайки и делиться этим видосом. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.